Это видео про то, как в походных условиях в лесу собрать из веток и обычного тента полноценную байдарку. Весь секрет в том, как из веток согнуть шпангоуты и натянуть на полученную раму тент. Каяк сверхлегкий, он весит менее 5 килограмм и его любой человек удержит на вытянутой руке. Каяк очень остойчивый. Поначалу я сидел глубоко в лодке, а потом освоился и без опасения перевернуться пересел на борт. И что немаловажно, каяк компактный, всего 3 метра длиной. Скажу честно, я не ожидал, что каяк буквально из ничего окажется таким качественным, прочным и мореходным. С этого каяка удобно ловить рыбу. С берега на этом озере у меня блеснить не получилось, мешали прибрежные заросли, а с каяка рыбачить было одно удовольствие. Правда, во время съемок коевала всякая мелочь, но за кадром я ловил и трофейные экземпляры. Озеро настолько труднодоступно, что за последние десятилетия я там первый и единственный рыбак. Рыбы было много и в результате в ладоге я даже не рыбачил. На этом каяке я одинаково успешно сплавлялся по порогам и ходил по тихой воде. Как вы заметили, я попробовал применить два разных тента. Синий дешевле и прочнее, но менее гибкий, а зеленый дороже, более гибкий и абсолютно водонепроницаемый. Каяк настолько компактный, что легко помещается в моем самодельном походном куполе. Сухие ребра байдарки весят ровно 4 килограмма плюс зеленый тент размером 3х3 метра, который весит 800 грамм. Я нахожусь на полуострове, на котором расположены 5 озер и расстояние между соседними от 40 до 200 метров. Переносить от озера к озеру такой каяк не составляет труда, а плыть по воде значительно проще и приятнее, чем идти по берегу. Думаю, меня ждет путешествие по трем торфяным и двум кристально прозрачным озерам. Материал зеленого тента – Плиэстер Оксфорд, который по паспорту выдерживает давление 6 метров водяного столба. Теоретически в батискафе из такой ткани можно погружаться на 6 метров и не бояться сырости. Данных на синий тент я не нашел. Каяк настолько остойчивый, что я даже встаю в нем в полный рост и не боюсь перевернуться. При такой остойчивости курс плав средства держит не очень хорошо и приобретает высокую маневренность, что меня вполне устраивает. У такой байдарки есть один недостаток – уязвимая шкура. Признаюсь, я был неосторожен, при швартовке притерся к скале и тент начал протекать. Течь я исправил, просто натянув тент по второй диагонали. Пробоина оказалась в хвосте, заправленном в люк. Впоследствии для удобства швартовки я сделал кранец. Наполнил мешок мхом и привязал к берегу. Швартовка в этом месте стала безопасной. В этом походе постоянно лил дождь и в итоге и синий и зеленый тент я использовал по прямому назначению. Для защиты от осадков. Два синих тента я взял, чтобы сделать катамаран, но на этот проект у меня времени не хватило. Для того, чтобы натянуть тент от дождя, совсем не обязательно снимать мои самодельные клипсы-люверсы. Напротив, их даже можно использовать как крепление дополнительных растяжек тента. А когда дождь закончится, за пару минут обратно натянуть тент на байдарку. В моем случае дождь никак не хотел заканчиваться, но от каяка я не отказался, а просто натянул на каркас прозрачную шкуру. И уже на обновленном каяке я поплавал и по лесным озерам, и по открытой ладоге. Про этот прозрачный каяк я смонтирую отдельное видео. Из чего прозрачная шкура вы догадались? Интересная находка, я очень доволен этим решением. С такой шкурой каяк получился почти бесплатным. Про характеристики моего каяка можно говорить долго, но куда интереснее, как он сделан. Основа конструкции это гнутые ветки по форме шпанговатов. Круглый шпанговат загнуть легко. Просто обернуть ветку вокруг дерева и подождать, пока она высохнет. Если выбирать материал из различных прутев, я рекомендую использовать черемуху, а за болванг лучше брать сухое дерево без коры. Сложнее с овальными и еще более криволинейными шпанговатами. Чтобы в походных условиях согнуть их, я взял кусок подгнившего ствола и прислонил его половинке к вертикально стоящему дереву. Получил конусовидную конструкцию. На одной такой конструкции можно загнуть шпанговаты разного размера и формы. Чем ниже по конусу вы загибаете обруч, тем больше его диаметр. Для одноместной байдарки овальных шпанговатов достаточно всего два, плюс еще один обруч понадобится для посадочного люка. Для форштевни и актерштевни я загну половину обруча. Лучший материал для шпанговат – это еловая ветка. В отличие от прутьев лиственных деревьев, в любой крупной еловой ветке десятки годовых колец, что придает им особую прочность. Чтобы заготовки высохли быстрее, я окорил их и уже через день подсохшие шпанговаты держали заданную форму. Снимать карус ветки допустимо только непосредственно перед загибанием обруча. Иначе древесина подсохнет и ветка на сгибе треснет. А так выглядит комплект шпанговатов на одну байдарку. Ширина шпанговата на мидле 800 мм, а высота 400. Соединяя концы ветки в обруч я сделал паз, но как выяснилось, это лишняя работа, и соединение внахлёст ничем не хуже. Кроме того, соединение внахлёст позволит оперативно менять диаметр шпанговата. Что касается выбора природного материала для стрингеров, очевидным выбором являются прутьи ивы, орешника, черемухи и прочих лиственных растений. Но я пошел по другому пути. Я решил использовать естественные щепки от сломанных ветром или снегом деревьев. Такие щепки легче и прочнее рейкспелорамы, и почти не уступают им прямолинейности. А то, что они легче и жестче прутьев, нет никаких сомнений. Щепки почти идеальный материал. Лучше только углепластик, но он на деревьях не растет и в лесу его не добыть. Не считая форштевни и актерштевни, на байдарку я использовал 8 стрингеров. Два самых прочных и коротких стрингера я пустил на дно, а другие разместил по бортам. Осталось собрать все детали воедино. Для монтажа стрингеров к шпантгоутам можно использовать лыка, еловый корень и прочие природные материалы. Но я для удобства использовал липкую ленту скотч. Очень удобно и быстро. Если использовать пэт ленту, то конструкция будет еще прочнее, но такая прочность не требуется. Кроме того, у скотча есть одно неоспоримое преимущество. При соединении прутьев скотчем само соединение почти не выходит за габариты прутьев, а значит на днище каяка не будет выступающих узлов. Это важно. На узлах обшивка обязательно протрется. Несколько заготовок для стрингеров у меня даже остались лишними. В отличие от каркасов покупных байдарок, которым жесткость придают натянутые на них шкуры, этот каркас жесткий и прочный даже без шкуры. Синий тент у меня размером 3,5 на 1,5 метра и оптимальное диагональное расположение каркаса в нем невозможно. Поэтому на носу и корме образуется излишнее количество складок. И чтобы натянуть на каркас шкуру как барабан, нужны особые люверсы. Эти переставные клипсы люверсы я заранее изготовил из обрезков сайдинга. Я решил кратко рассказать про их изготовление в этом видео. Итак, мне понадобился обрезок сайдинга, простейшая самодельная форма для штамповки, источник тепла и ножницы. Сайдинг делают из термопластичного ПВХ. При нагревании он размягчается и дает небольшую усадку. Мягкий сайдинг надо перенести в форму и отштамповать заготовку клипсы люверса. Пару секунд подождать, пока ПВХ затвердеет и извлечь заготовку из формы. Теперь надо удалить все лишнее, сформировать ножницами в внешнюю кромку и сделать отверстие в отформованном углублении. При необходимости зачистить края напильником. Осталось просверлить отверстие под крепление и клипсы люверс готовы. Установка обычного люверса повреждает ткань и при нагрузке люверс просто вырывается. А клипсы люверс устанавливается в любом месте тканого полотна, нисколько его не повреждает и обеспечивает абсолютно надежное крепление оттяжки, подвеса и прочего. Более подробную информацию, дополнительные видео, чертежи, ответы на вопросы и прочее вы можете посмотреть в моей группе ВКонтакте и на моем втором канале Адвокат Егоров Лайф. Ссылки на мою группу ВКонтакте и на мой второй канал ищите в описании к этому видео. Лучший способ сказать автору спасибо, это нажать на клавишу поделиться. Спасибо вам за то, что делитесь моими видео. В этом году из похода я привез много оригинального материала. И по мере возможности я буду монтировать видео про рубку избы в обло, про мой самодельный походный купол, про прозрачную байдарку и прочее. С вами был Адвокат Егоров. С вами был Адвокат Егоров.